Внимание, как говорится, внимание, еще раз внимание. Без этого качества, наверное, нельзя. Я думаю, вы помните катастрофу, которая над Боденским озером произошла. Вот один из факторов. Это мое личное мнение все-таки. Это просто была невнимательность в серии диспетчера. Смена диспетчера длится 8 часов. И всегда рядом преподаватель английского языка. Диспетчер обязан знать его в совершенстве. Оказывается, каждый день над Норильском пролетают до 40 иностранных воздушных судов. Полоса свободна. Желка через 17 удаление 8. Посадку разрешаю. Самый долгожданный для каждого пассажира момент – посадка в самолет. Мягкое кресло, вид из иллюминатора и надпись «Пристегните ремни». А еще симпатичные девушки в стильной форме. Многие считают, что основные обязанности бортпроводников – обеспечить пассажиров прохладительными напитками и горячим питанием. Это не так. Главное – безопасность полета. И общение с людьми, которые бывают весьма мнительными. На памяти каждого бортпроводника не одна подобная ситуация. Например, когда включили вентиляцию и пошел сильный дым с полок. И пассажирка при взете подскочила, давай все бросать. А мы не поняли сначала, что случилось. Она потом давала кричать «Пожар!». У них была такая реакция, что и вправду пожар начался. Но мы их успокоили быстро. Объяснили, что это вентиляция воздуха. Но почему-то реакция была другая. Профессия бортпроводника окутана ореолом романтики. С одной стороны, это действительно возможность побывать во многих городах и странах. С другой – полет на ногах, перепады давления и редкое появление дома. Что интересно, по словам почти всех бортпроводников, норильчане – самые капризные и избалованные пассажиры. Во время норильского рейса присесть и отдохнуть практически не удается. Сегодня «Алыкель» – главный авиатранспортный узел на Таймыре. Более 15 авиакомпаний связывают его регулярными воздушными линиями с 23 городами России. За год в нашем аэропорту садятся и взлетают 3350 самолетов. Геннадий Савицкий, командир экипажа, летает уже 27 лет. Еще вчера был в Анталии, сегодня в Норильске. Пилотировал разные воздушные суда. Сейчас Ил-86. Он нравится ему больше всех остальных самолетов. Она более современная, она более приятная к пилотированию. Характеристики у нее лучше летают, более легкого управления. Лучше слушается. Перед вылетом экипаж проверяет заправку топлива и метеосводку. Говорят, что хуже «Алыкеля» в плане погоды аэропорта нет. Месячная норма полета для летчиков – 80 часов. На пенсию выходит в 60 лет, если не подведет сердце. Именно его бесперебойная работа – допуск к штурвалу. Есть в авиации такой профессиональный термин – высота принятия решения. Это предел, на котором можно либо разрешить посадку, либо нет. В каждом аэропорту и для каждого воздушного судна есть свой минимум. И есть такие профессии – любить самолеты. Все служащие аэропорта не представляют свою жизнь без этой работы, которая для них – настоящий наркотик. Один раз преодолев разбег по взлетке длиной в 3,5 километра, назад дороги уже нет. И на какой высоте было принято решение посвятить свою жизнь небу – абсолютно не важно. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...